Доброе утро! В эфире рубрика новости зоопарка. Меня зовут Мурат Матурганов и сегодня вы узнаете о белоголовых орланах. Кто бы мог себе представить, что размах крыльев у этой птицы может достигать почти 2,5 метра. Ареал обитания белоголовых орланов – Северная Америка. От других орлов этот вид отличает белый окрас головы. Именно по этой причине его так и прозвали. 4 июля 1776 года в Америке Конгресс определил эту птицу символом герба. Ну а наша пара привыла к нам из Франции в 1995 году. И первый приплод у них был только в 2010. Как известно, самое зоркое и дальновидное зрение среди всех живых обитателей Земли имеет орел. Для защиты зрения у этих птиц есть две пары век. Одну из которых птицы используют на земле или находясь в неподвижном состоянии. Вторая пара век необходим орлу для защиты в воздухе. В первую очередь они хорошо защищают от напора воздуха. Ведь скорость пикерирования орла достигает 100 километров в час. Эта дополнительная пара век прикрывает глаз, чтобы он оставался чистым и незамутненным. Именно по этой причине орел никогда не останется голодным. В рацион белоголовых орланов входит 600 грамм мяса в день. Ну а также они любят очень рыбу. В природе бывали случаи, когда они охотили за рыбой, то тонули вместе с ней. Так что пловцы из них никакие. Но зато если создают они семью, то создают ее на всю жизнь. Создают на всю жизнь и это правда. Среди индейских племен ходит легенда, что амурные повести орлов настолько печальны, что им может позавидовать сам Шекспир. Дело в том, что после ухода из жизни одного из орлов в паре, второй поднимается к небесам, насколько это возможно, и камнем летит вниз. Это была рубрика «Новости зоопарка». Меня зовут Мурат Матурганов. Берегите природу и ходите в зоопарк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова